Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем ничего нового! И сегодня, дорогие мои друзья, мы с вами будем делать обзор на косметику Раз, два, три от Эльзочки из Фроузен Давайте посмотрим, что будет здесь происходить Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал Тык И включай себе уведомление о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить А мы начинаем! Ах да, меня кстати Лиса зовут Я считаю, что косметика от Фроузен, она должна сделать из нас как минимум нечто похожее на Фроузен Тут даже есть рисунок, то есть можно считать, что это макет Поэтому давайте, 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 давайте начнем с того, что я припудрю лицо Вот так вот выглядит пудра Похожа на какую-то кристаллическую призму, и мне это нравится А еще она оформлена как конверт, и возможно в этом конверте что-то да будет Но нет, это просто конверт Это просто охренительно Смотрите, ну просто же пипяо, это шикарная штука Максимально шикарная Посмотрите, здесь даже есть снежинка, но это ладно, это фигня Здесь у нас спонжик, здесь зеркало Минутка секси АСМРа И... здравствуйте И сама пудра Я люблю пудру именно со спонжем И здесь такой прорезиненный спонж, это супер, давайте стройнем Цвет, кстати, вот это был самый-самый светлый И я надеюсь, он реально такой... Но нет, он желтый, ребята, он просто желтый Он просто желтый, а вот эта штука, она абсолютно отстойная, она вообще бездарная Это можно взять и вот выкинуть, нахрен пошла бич Короче, у меня есть еще одна пудра от Фроузен, эта подружка мне привезла из Японии От бренда Макулияш Отлично И вот здесь вот тоже такая прорезиненная штучка, но она офигенная Как и эта пудра Здесь эта штука была помойная Вместе с нормальной резинкой нормально Хорошая, матирующая, типичная азиатская пудра Кстати, с другой стороны тоже есть зеркало, я считаю, это очень крутой мув Ну, так сказать, конечно, я буду этим периодически пользоваться Наверное, когда я буду чуть более загорелой Потому что это кожа легко воспринимает загар Если я вообще когда-нибудь куда-нибудь полечу, где можно загореть Ха, смешно, на самом деле, грустно Но во всех остальных случаях, ну, такой я себе Чисто дизайн ради не вау Абсолютно любая японская другая пудра Вот такая Или вот такая Кстати, если когда-нибудь будете в Азии и видите вот эту пудру Вы должны ее взять Пообещайте мне, что вы ее купите хотя бы ради меня Потому что это самое лучшее ever От разочаровательной пудры приступим к румянам Потому что в слове румяна, как и в слове разочарования Есть первая буква R Короче, извините Так вот выглядят румяна при ближайшем рассмотрении Упаковка очень крутая Я сначала подумала, что она, знаете, с таким 3D эффектом Но нет, она без него Но от этого хуже не выглядит Внутри румяна выглядят вот с какими-то такими прожилками Но, кстати, прожилки выглядят странно Обычно прожилки выглядят более эстетично Но здесь эстетика взяла и покинула чат Потому что это больше похоже на эстетику бомженьки Хотя, возможно, румяны знали, кому они попадут Поэтому все сделали правильно В этих румянах не было никакой щеточки, никакого спонжика Ничего не было, очень странно Потому что даже вот в каких-то таких тоже странных румянах А-ля румяна Sailor Moon Если что, у меня есть на канале обзоры на косметику от Sailor Moon японскую Здесь все было Вот так вот это выглядело Положили сюда щеточку Сюда почему-то не положили, странно Но да ладно Давайте возьмем за шаблон фотографию Эльзочки Которая у нас прямо здесь есть Вот она И нанесем румяна так, как на этой фотографии То есть полностью под глазом С растушевкой, да, примерно вот этой вот линии Они прям гиперпигментированные Честно говоря, такую пигментацию румяна я не ожидала увидеть Поэтому постараюсь сейчас подрастушевать В крайнем случае Потом затушу вместе с пудрой Но они прям лютейшие Они просто... Посмотрите, какие лютейшие Круто Круто, круто Сейчас достаю тени для века И это просто интрига всех интриг Я даже не знаю, какие там будут цвета Я знаю, что было только два варианта по цвету Я уже не помню, какой я взяла Что-то странное А, что? О, боже мой Ну и технологии Посмотрите Илон Маск Ну ты вообще берешь во внимание, что происходит? А еще я не понимаю А почему румяна? А почему румяна? А почему тени теплые? Это же Эльзочка Хочет холодных оттенков, розовых там Ну что за цвета? Нет, они мне нравятся Но согласитесь, они странные Это же все-таки Эльзочка Я даже не знаю на самом деле Как накрасить этими тенями И какие цвета когда использовать Потому что Ну выбора здесь немного Ну раз его немного, ладно Сейчас возьму самый темный Вот этот И нанесу его на верхнее веко В складку Пигментации внезапно Вообще К этому претензии у меня нет И к румянам не было И походу к теням не будет Пигментации просто Вообще хорошо, хорошо Ладно, ладно Растушевываем более светлым Ну выглядит нежненько Что сказать И в принципе неплохо перемешалось С румянами Если прям вот как комплект Это все взять Как я собственно и сделала Очень прикольно Но это абсолютно Не похоже даже близко На цвета Эльзочки Это все-таки ее коллекция Блин Шиммер добавим Ну, сияшка норм Но мне бы хотелось Чтобы она была еще лучше Потому что, знаете ли Вот хорошую сияшку сейчас найти Это не такая большая проблема Но, видимо, не для этой палетки Прям хочется на нижнее веко На мешок добавить Мешок Ты где? Мешок Кстати говоря Эти шиммерные тени Оказались внезапно С каким-то розовым хромом И это выглядит прикольно Роматический эффект Кажется, что даже детская косметика От Эльзочки была лучше Если вы не смотрели обзор На детскую косметику От Эльзочки из Фроузена Обязательно посмотрите Отдала, по-моему, 16 тысяч рублей За детскую косметику Еще раз 16 тысяч за детскую косметику Если я не ошибаюсь Возможно, там было 6 Но, по-моему, я дала 16 И мне с этого очень бомбило Давайте посмотрим, что нам предложит подводочка Но не лайнер А пока что только подводка Карандашик для глаз Конечно, упаковки, ребята Это просто Вот, ну, невозможно не купить Ух! Вот так вот выглядит Внутри жемчужный карандашик И интересно, на что ты жемчужный карандашик способен? Я просто сдохну нахрен Если вы не видели, что произошло Если моя рука была здесь Потому что карандаш как бы Он выпал Я его не успела открыть, он выпал Он выпал Я очень надеюсь, что с подводкой не получится такой хрень Потому что, знаете, я начинала как гиперактивный, веселый и счастливый человек А сейчас я чувствую состояние несчастья Пожалуйста, окажись нормальной, блин Посмотрите Вот, вот, посмотрите, пожалуйста Вы просто вас оцените Это должно быть хорошей вещью Она выглядит как хорошая вещь Из Фикс Прайса Но отличная же, ну Хотя бы эта хрень выглядит нормальной Правда, она мне кажется достаточно короткой И я не уверена, что это норм Вы видите, да, то, что происходит? Вы же это видите? Я понимаю, что оно могло, конечно, высохнуть Но нет Оно было не открытым Мы будем делать радикальные меры Мы будем делать дурацкие веснушки Нет, ну это как-то вообще не оттуда Это вообще прям Вот это вот совсем не оттуда Еще зачем-то сделать ужаснейшие Ужаснейшие просто веснушки Ужаснейший намек на стрелку Но хотя бы для симметричности Наверное, надо сделать вторую такую же Ладно, я попробую добить эту стрелку Но здесь вообще ничего не обещаю Придется делать так Отстойно При всем уважении Но этим практически нереально рисовать Даже если бы это была бы нормальная подводка Просто потому, что она слишком короткая Вот эту фигню имеет И ты не можешь ничего контролировать Ни нажим, ни степь, ничего Просто единственное, что ты можешь сделать Это попасть себе в глаз И нет, дело не в том, что я токсик А в том, что, блин, реально фигня Блин, ну это просто мучение Это просто мучение Ну что за кошмар у меня на лице? Был ли у меня макияж хуже в видео? Нет Пофиг, оставлю такую стрелку Дорогу такой нужно рисовать Ну то это идея Дворческий замысел был Да просто невозможно Вообще невозможно Я даже не могу их ровным сделать Вы посмотрите Это мои стрелки Я даже год назад такие стрелки не рисовала Эксклюзивный контент Первый раз на моем канале Я буду стирать макияж Который мне не получился Просто буду его сейчас стирать Потому что это невозможно Это, блин, мракобесие Мракобесие должно быть повержено Фу Вот ужас, минус, диснея, косметики Хорошая была подводка А у Элиса что-то не очень Пойду ресницы накрашусь Я вернусь Да 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 Последний элемент, который остался, ребята Но я не могу сдерживать свои эмоции Поэтому я не буду Это помада Ну просто я не знаю уже, что от нее ожидать Наверное, ничего хорошего ожидать не стоило Потому что Я еще удивилась, когда увидела, что эта косметика лежит, знаете, в разделе распродажи И продавалась она вообще очень дешево Видимо, местные блогеры, они как бы разнесли пух и впрах Потому что, ну, типа, другого варианта я не могу для себя объяснить Почему такая косметика была в доступе Бери, не хочу И так, значит, здесь у нас две помады Одна выглядит вот так Вторая выглядит вот так Как обычно, в упаковке прекрасная Но, видимо, весь бюджет ушел туда Цвет, как мы видим, сразу цвет Эльзы Ну, Эльза только с таким ходила И цвет Эльзы номер два Какой-то странный оттенок с блеском непонятным Я не хочу Поэтому я, наверное, возьму матовую помаду К помаде, в принципе, проблем нет Но не слазь она хорошо На губах приятная С тем лишь, наверное, единственным минусом Что помада это смажется у вас за две секунды Стоит вам, наверное, сделать банально даже так Ну, просто потому, что она вся вот здесь вот оказалась И как бы, да Ну, что же, дорогие мои друзья Я не знаю, что сказать Это, наверное, худший обзор косметики всех Что был на моем канале А я повидала много косметического АГЭ Но сегодняшнее меня просто поразило Взбомбило И я очень сильно негодую Но, тем не менее, я надеюсь, что вы приятно провели время И напишите, какой обзор косметики вы бы хотели увидеть на моем канале еще Кстати, если вдруг что У меня есть целый плейлист с обзором на разную косметику Как обычную из магазинов Так и какую-то экзотическую Типа, та же косметика с Эллормун Обязательно подписывайтесь на мой канал Я вас очень сильно люблю И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok